Цель была сделать масштабную модель космического аппарата, который должен приземлиться на поверхность астероида. То есть мы должны были разработать корпус, двигательную установку и разместить это все вместе. Сначала, естественно, делался корпус, ставились баки, дальше размещались сопла и клапана. Потом размещалась электроникой и проводился трубопровод. Он выпускается рядом с орбитой астероида, находит место для посадки и, собственно, приземляется. Ускоряется, разворачивается и с помощью камеры он сканирует весь астероид. И мы получаем информацию с камеры, примерно находим место, куда он подойдет и даем команду, чтобы он приземлился ему туда. Площадка должна быть достаточно плоская, чтобы все было на одной плоскости, все опоры. Опоры у нас, по сути, одноразовые, то есть они внутри есть наполнитель, который сминается. За счет сминания наполнительных гасится кинетическая энергия, и он не отскакивает, что очень важно, так как на астероиде гравитация, если есть, то она очень мала. То есть если ты отскочил, то ты улетел в космос. И нужно заново разворачиваться, тратить топливо. А так как топливо пополнить негде, то требуется, чтобы он не отскакивал. Самое трудное было расчеты и моделирование. То есть идеи были, то есть были варианты разные. То есть в итоге у нас корпус, мы максимально его уменьшили. То есть корпуса у нас, по сути, нет. Основные крепления, ну, то есть опоры, ну, две платформы опираются на центральную стенку и на баки, в основном на баки, и крепятся между собой шпильками по периметру. И эта конструкция значительно облегчает. То есть облегчение здесь очень важно, потому что очень дорого выводить условную массу из атмосферы. То есть чем больше масса, тем больше стоит проект. То есть масса, ну, легкость аппарата значительно снижает стоимость этого проекта. Что, собственно, у нас также была цель заинтересовать. То есть у аппарата должен был быть какая-то особенность, из-за чего именно он должен был быть выбран. И его легко починить, его легко собрать. И он легкий. То есть там были более тяжелые модели.